Яркие декорации, карнавальные костюмы, ну и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой. В Макеевской специализированной школе-интернате номер 36 прошел новогодний утренник, на котором дети вместе с учителями подготовили сказочную театральную постановку. Поучаствовать в этой сказке и поздравить детей с предстоящими праздниками приехали представители общественной организации «Оплот Донбасса» во главе с ее председателем Сергеем Завдовеевым. Хорошее настроение у детей, у родителей, да и у нас уже. То есть это то, что все должны делать, оно выводит нашим детям. Наша акция «Оплот Донбасса» – это три с половиной тысячи детей. То есть поздравить. И вот мы реализуем этот проект до конца года. Между нами мы над головой, чтобы сушились родители. Родители ухаживали за детьми. Главное им – здоровье и всего самого наилучшего. В благодарность за предоставленные подарки детишки подарили гостям подделки, сделанные собственными руками, а также новогодние стихотворения. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, И на землю тихо падает ложится, И под утро снегом поле заберила. Точно пеленую все его дело. У Дедушки и Мороза серьезные дела. Нужны для снежной бабы морковка и метла, И новая ушанка из старого ведра. У Дедушки и Мороза горячая пора. Директор школы-интерната номер 36 Наталья Якимова рассказывает, что ее воспитанники приложили огромные усилия, чтобы праздник удался, вплоть до декораций, которые украшали сцену и актовый зал. Самый светлый и самый добрый праздник в году – это, конечно же, Новый год. Заранее готовились, по классам были детские мастерские, мастерские Деда Мороза, готовили украшения для зала, для школы. Вы видели, что зал как украшен, это все руками детей и взрослых готовилось. Конечно же, дети ждут всегда подарки. Во-первых, это и общение с людьми, и получение сладких призов. Детвора все равно очень любят сладости. Дети радуются подаркам и счастливо улыбаются, а родители и гости радуются улыбками детей. Ведь праздник Нового года – та самая пора, когда каждый старается сделать подарок окружающим.